Всем привет ребята, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Биткоин только что нарисовал крест смерти, пытаясь донести до нас одно важное сообщение. Какое же? А одно из самых важных из всех, что ты слышал в последнее время. Если ты держишь биткоин или планируешь его купить, тебе обязательно нужно посмотреть это видео. Но прежде чем мы начнем, прямо сейчас поставь лайк, если тебе нравятся такие биткоин обновления. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы их не пропускать и мы начинаем. Итак, крест смерти. Очень важно уточнить, что этот крест смерти нарисован на 4-дневном графике биткоина. Каждая свеча это 4 дня поведения цены биткоина. Этот сигнал на 4-дневном графике посылает важный сигнал трейдерам и дает буквально второй шанс инвесторам, которые планируют купить биткоин. Если ты держишь биткоин или собираешься купить его, тебе лучше сейчас очень внимательно слушать. На этом графике мы видим зеленую и красную линии. Это 50 и 200 дневные средние скользящие на 4-дневном графике цены биткоина. Что мы должны искать? Пересечение зеленой и красной линии так, чтобы зеленая пересекала красную сверху вниз. Это и называется крест смерти на 4-дневном графике биткоина. Крест смерти обычно сигнализирует о продолжении падения цены биткоина, так написано во всех учебниках. Но мало кто говорит о том, что это правило совсем не так работает на 4-дневном графике биткоина. А даже наоборот. 4-дневные графики работают совершенно иначе. У нас было еще 2 таких креста, кроме того, который нарисовался сейчас. Первый в 2015 году, второй в 2018 и наконец третий в 2022. То есть за всю историю биткоина мы видели только 3 таких сигнала. Сигналы в 2015 и 2018 были скрытыми сообщениями для всех инвесторов. Давай попробуем разобраться, является ли сегодняшний крест смерти таким же сообщением, как в прошлых двух случаях. И если так, что будет дальше с биткоином? Давай ответим на все эти вопросы по порядку прямо сейчас. В 2015 году, когда у нас было такое пересечение, многие говорили о продолжении падения, потому что крест смерти обычно является медвежьим сигналом. Но на 4-дневном графике нет. На 4-дневном этот сигнал является сообщением, что когда мы увидели вот эту свечу вот здесь, никто не думал, что это дно. Все думали, что мы пойдем еще ниже. Это факт. Достаточно поискать новости, статьи, видеообзоры, опросы того времени, чтобы в этом убедиться. Но после этой свечи мы увидели крест смерти и сообщение от биткоина. И если ты думал, что это еще не дно, то вот я тебе подсказываю, это было дно. Это твой последний шанс купить биткоин. Что произошло после креста смерти в 2015? Цена долгое время двигалась в боковике. И это было необходимо. Нам ведь нужен фундамент для того, чтобы построить дом. Без него первый же ураган не оставит от него и щепок. Поэтому после креста смерти в 2015 году цена биткоина долго стояла в боковике, строя этот фундамент. Теперь давай посмотрим на 2018 год, когда был второй такой сигнал. Что-то очень похожее, не так ли? У нас было вот здесь такое же пересечение. Посмотри, здесь такая же самая глубокая свеча, как и в 2015 году. И если ты помнишь то время, а я его помню очень четко, ты наверняка знаешь, что все тогда кричали то же самое, что и в 2015 году. Что мы пойдем еще ниже, что биткоин будет падать еще глубже. Очень трудно было тогда выйти и сказать, что это было дно, потому что все говорили обратное. И если ты сказал бы что-то против, ты был бы самым плохим человеком. Что случилось после этого креста в 2018 году? Цена опять находилась в боковике продолжительное время, до тех пор, пока не пробила среднюю скользящую, эту зеленую линию и не закрепилась выше нее. После этого начался булран. Так что даже если ты пропустил дно в 2018, биткоин дал тебе еще один последний шанс. Дал тебе сигнал в виде этого креста на четырехдневном графике. Я знаю, очень трудно было купить биткоин тогда, когда все кричали о том, что он упадет до 500-700 долларов. Но график говорил о том, что покупать было нужно. И теперь мы находимся вот здесь, в 2022 году. У нас только что отрисовался этот крест смерти, прямо в этот момент, когда мы смотрим на график. Также перед этим у нас была вот эта глубокая свеча, которая падала до 17,5 тысяч долларов. Очень похоже на то, что мы видели в 2018 и 2015, не так ли? А теперь давай поговорим о настроениях. О чем все сейчас думают? А все думают, что мы пойдем еще ниже. Ты можешь посмотреть множество видео, новостей, статей, опросов, чтобы убедиться в этом. Большинство ожидает провала биткоина до 13, 10, 5 и даже 1 тысячи долларов. Ну, очень похоже на 2018 и 2015, не так ли? Кажется, биткоин только что дал сигнал, которого мы не видели с 2015 года. То есть, впервые за последние 7 лет мы увидели такой сигнал. И что мы сейчас начнем делать? Биткоин начнет торговаться в боковике. Он уже начинает. Что я ожидаю увидеть? Продолжение торговли в определенном коридоре, где цена будет падать и расти до определенных уровней. Как в 2018 и 2015. Затем, когда цена пробьет эту зеленую линию и закрепится выше нее, начнется буллран. Это мой план для биткоина. Основываясь на этих графиках и тех, о которых мы говорили в прошлых видео, учитывая ту самую стратегию, о которой я тебе рассказывал, учитывая P-Cycle Bottom Indicator, каждый график, который я изучаю, все говорит об одном и том же. Никто точно не знает, когда будет дно. Но графики говорят о том, что оно либо состоялось, либо уже совсем близко. Что ты думаешь по этому поводу, напиши в комментариях. Можно провести какой-то опрос. Напиши, как ты думаешь, будет ли биткоин падать или расти в ближайшее время. А меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео совсем скоро. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok